Девушки отдыхают Такая распространенная проблема у половины, наверное, моих подруг, которые в принципе не против завести кота или собаку в доме, мужья категорически против. И дети не знают, как папу уговорить. Поскольку, Данила, я знаю, что ты сталкивался с такой проблемой и ее решил, я поняла, что обратиться нужно именно к тебе. Это да, я очень хотела кота, и мама была на моей стороне, она была за кота, а вот папа был против, и он говорил, кто будет ухаживать за котом, у него было тысяча отговорок. И я поняла, как выйти из этой ситуации, потому что безвыходных ситуаций нету. Главное, творческий подход. О, вот в этом я не сомневаюсь. Влад и Аня пока своими способами не смогли добиться желаемого, поэтому надеются, что мы сможем помочь. Те методы, которые мы будем сегодня тестировать, ты все на себе проверял? Я не все на себе проверял, я проверял только один, и он мой. Угу. А если твой способ, который сработал для тебя, не сработает для Влада и Ани, вернее, для их папы, то что будем делать? Я готов окунуться в сметану. Коты любят сметану? Да, я люблю котов, в принципе, сходится все. Просто я уверен, что мой метод сработает. Ну что же, мы приступаем. Я хочу сообщить вам радостные новости. И у нас в гостях мама этих детей, которая за кота, и сами дети. Просим нам. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, как дела? Верите в то, что сегодня наконец-то все получится? Надеемся. Да? Анечка, а ты? Ты такого милого котика прижимала к себе, игрушечного, да? Может, хватит тебе игрушечного, а настоящего не надо? И тут сразу так задумались. Хотя, может быть, хватит игрушки? Или хочешь кота? Ну, прежде чем вы к нам обратились, вы уже прошли через всякие способы, как убедить папу. Что пробовали? Ну, сначала начали с того, что пробовали пояснить, что тварини дисциплинуют детей, что они становятся более организованными, лучше учатся. Но наш тято – никак. Он думает, что дети и так должны хорошо учиться. Да, ну, они пробовали. Они тиждень мыли посуд. Ну, они могут быть более дисциплинованными. Аня пилюку витирала целую неделю, но все без толку. Наш тято – неможливо его переконати. Что еще? Недавно я натрапила на видео, несколько недель назад, в интернете, на ютуб-канале. Он всегда занимался у нас съемками всякими. Поэтому то, что по хате у нас камеры расставлены – это не было удивительно. Но, как выясняется, тут вопрос стоит совсем кардинально. Дети очень хотят кота, и они тестировали, выясняется. Вы на татове разные методы. Угу. Откуда эти методы тебе стали известны? Когда я понял, что я с мамой не смогу переконать тата купить кота, я решила найти в интернете действующие методы. Так. И знайшал целых три метода. Так думал, чтобы не спрятаться. Да, то есть ты думал, что это поможет каким-то образом, да? Ну да. И папа сразу захочет кота. Угу. Что это за методы, мы очень скоро узнаем, потому что, я так поняла, есть видео, да? Как вы к папе применяли эти методы. И мне еще сестра помогала. Тогда начнем с тех методов, которые Влад и Анечка уже применили, а потом уже твой метод. Потом уже мой метод. Который точно сработал. Давайте посмотрим первое видео. Сегодня мы тестуем метод сира миша. Для этого нам нужна миша. О, наша миша. Сос. Далее мы запускаем мишу в комнату. А когда тата увидит, что в квартире появилась миша, он нам позволит купить кота. Аня, я запускаю мишу, а ты можешь бояться. Добрый день запускать мишу. Папа, купи кота. Папа, купи кота. Я не могу купить кота. Все закончилось. Но я вам скажу, спланированно все было четко. Я была в шоке. Мышь самая натуральная, бегает по квартире. То есть Влад мне ничего не говорит. Я испугалась. И реально подумала, что тут уже надо что-то делать. Потому и санстанцию позвала. Понятно. Анечка, видишь, как получилось? И метод этот не сработал. А папа что? Вот помимо того, что мы видели, что он? Папа кричал, не надо никакой санстанции, я все сам поймаю. Ну, он поймал ее, конечно. Аня сидела рядом и притворялась. Даже не призналась, что она все знает, что она все в курсе. Мы взяли ее в друзья, эту мышу. Так а что ты не сказал маме, что это только одна мышка, заведенная в специальных целях? Мы надеялись, что тата налякается. Моя мама очень боится мышей. Один раз мы ездили к родственникам в село, и она заподозрила, что есть мыши, и она сразу собрала вещи. Мы моментально оттуда ехали, потому что она их очень боится. И, по-моему, такой метод в моем буддоме закончился больше... Скандалом. По-моему, мама заставила бы быстрее папу продать квартиру с мышами, чем как-то купить кота, чтобы он вывел этих мышей. Хорошо. Значит, этот метод у вас... Нет. ...не сработал. Какой следующий метод вы придумали? Давайте посмотрим. Давай. Сьогодні ми тестуємо метод, який в інтернеті називається «жирена пляма». Суть метода – поставити пляму на маминому сведе і звинуватити в тому батька. Наш тата есть у вітальні, а в маме вже є зіпсований сведер. І у нас є план. Так, так, у нас є план. Так. Тат, реклама закінчена. Тато, ти можеш нам заведити теж? Хвилин, додатко доїсти. Ну, ты будешь довго додати, ну, можно, будь ласка? Ну, что не можете, будем на почекати? Ну, не можем. До зари. Добре, зараз ходим. Аня, Аня. Тати, картофель зарубил. Тати, картофель зарубил. Ого, капец. Що тепер робете? А давай зробимо так. Ви мамі не розкажем, а ти нам купиш картофель. Так, давайте так. Без ніяку шутажа. Взяли власка тарілку. Ти на кухню їсти. Бегом. А з мамою я розберуся. О, Боже. 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 О, Боже, купи кота. Мышь пробежала. Папа, купи кота. Надо же с какой-то хитростью. Правда, Данил? Как тебе этот метод? Он мне знаком, потому что когда-то у меня был велик, вот, и мой друг очень хотел на меня прокататься, но что-то я не помню почему, но я не хотела ему его давать. Вот. И он знал, что у меня была, я не помню, какая плохая оценка. Вот в школе он говорил, либо ты дашь мне покататься на велике, либо я расскажу твоим родителям о том, что у тебя плохая оценка. Но с тех пор уж мы с ним не общаемся, вот. Не помню почему, но просто не общаемся. Ну, то есть ты в принципе ничего не помнишь, кроме того, что это был настоящий шантаж. Да. И вы пытались папу шантажировать. И как муж к этому отнесся? Я потом думаю, чего-то мой муж говорит мне, слушай, надо вот тебе новый свитер купить, вот тут вот тебе не подходит. Я думаю, странно, никогда таких идей к нему не приходило мне гардероб обновлять, всегда моя, а тут он вырешивает мне терминово поменять новый свитер. То есть это для меня было дивно. Я не могла понять, в чем ситуация. Но ты воспользовалась этой возможностью, купила свитер? Конечно, конечно. А дети без кота? Да, ну, что же делать. Неужели у кого-то, вот в интернете вы смотрели видео, у кого-то что, этот метод сработал, да? Да. Представляешь, а ваш папа крепкий орешек оказался. Пришлось применить третий метод. Чем вы попытались папу доубедить? Наклеить на стенах фотографии котов. Звучит красиво, давайте смотреть. Наступный метод – котячая морда. Нам нужно развесить фотографию котов по всей квартире, чтобы наши батьки зрозумели, как мы сильно хочем у кота. Моя сестра сейчас клеит фотографию. Идем подивимся. О, молодец! Зачем коты на стене? Теперь подивись, если мы учимы на эти фотографии, чтобы тата с мамой нас пожалели и купили нам котика. Доброе? О, я думаю, что они идут. Сидят, ждут. Мне нравится, как вы. Сразу. Так, что тут такое? А ну, скоренько познимали фотографию. Ты меня уже тут испортила. Он очень хорошо. Так, давайте скоренько. Непреклонный, он непреклонный. Гарно познимайте эти фотографии и до себя, будь ласка, в кимнату. Ты нам не хотел купить эту котку? Ни-я-ко-кота в хате, будь ласка, себе в кимнату. Я сказал. Много очень просто. Перебор. Ну вы старались. Коты симпатичные. Вика, а что папа вообще так котов не любит? Ну просто куча шерсти. Ну что, не сработало, Анечка? Нет? Такие симпатичные кошачьи мордочки, да? Папа злой был. Обои попортили. Понаклеивали там скотчем. Катастрофа. Мам, извини нас. Ладно. Мама добрая. Кстати, знаете, я вот думаю, как все-таки мне повезло. У нас же два кота живет. И муж мой, ну второй муж, он согласился на второго кота. То есть уговаривать пришлось сыну меня. И как он это делал? Значит, у нас есть кот полноценный, ходит по квартире. Все как положено. Царапает, что-то портит. Ну вы знаете. И вдруг он каждый день стал мне говорить фразу. Мама, у всех нормальных людей по два кота, а у нас один? И в какой-то момент я вдруг вот осознала, что действительно я какая-то ненормальная. И с тех пор стало намного нормальнее. Ну вы поняли. Да. А папа как-то, идея была такая, если будешь ухаживать, то хорошо, потому что коты это приятно. Но я понимаю, что человек, если не любит животных, например, котов, переубедить его сложно. Данила, неужели твой способ сработает? Я думаю, да. Он достаточно действенный. Вполне должен был бы сработать. Потому что у меня в комнате висит такая карта желаний. Мы делали ее вместе с мамой. И там все желания, которые я себе хочу. Они, ну то есть их рисунки, точнее, ну или журнальчика вырезанные. И всегда мои родители знают, чего я хочу. Потому что когда-то я, помню, я хотел велосипед, а в итоге подарок был поездка в санаторий. И как-то оно не так вот... Даже звучит не так красиво. Даже звучит вот не так как-то. Поэтому с того момента у меня есть карта желаний, на которые все мои желания. Так а кот сбылся у тебя по карте желаний или все-таки другим методом? Нет, не по карте желаний, а по методу, о котором я расскажу. Пришло время наконец-то узнать, что это за эффективный метод. Как убедить папу? Ну, давай. Мой метод называется запасной кот. Еще один. И мама должна будет помочь детям. Вы готовы, Вика, помочь детям? Да, да. Я как-то принес домой породистого кота. Ну и папа сразу все, неси обратно, зачем он нам нужен. Но я сказала, что хозяева просто уехали на лето отдыхать и оставили мне его там на месяц. Ну и я за ним целый месяц убирал, ухаживал, показывал, что вот я могу. И вот он это увидел и согласился купить кота. Сейчас убираешь за ним? Да, ну... Мне так кажется, что они так говорят, что будут убирать, а потом бросят это дело на все на маму, на папу, потому папа и не хочет. Итак, метод запасной кот. Кстати, вы, конечно, сейчас очень удивитесь, но запасной кот у нас есть. Вот он. Настя пришла в гости ко мне по моей с Данилом просьбе и принесла кота. Настенька, здравствуйте. Здравствуйте. Вы боролись за то, чтобы кот жил в вашем доме или все хотели кота? Я очень люблю котов и поэтому мои родители не были против, потому что они знали, что я буду сама убирать, сама следить за ним. Я смотрю, что детки действительно хотят кота, поэтому я им отдаю своего кота. На месяц? На две недели. А, на две недели. Класс. Мы очень хотим кота, очень. Давайте посмотрим, вдруг вам этот кот... Да, мы за ним будем убирать. Ну покажись нам. Как его зовут? Кекс. Кекс? Опасное имя. Папа может его нечаянно... Ух ты, какой большой. Красивый. Какой он милый. Я уверена, у нас все получится. Пожалуйста, пообещайте Насте, Влад, ты как старший мужчина из присутствующих, что с котом, с кексом будет все в порядке. Вы будете... Я пообещаю. Я с ним буду следить. Кекс, ты доволен? Ура! У нас есть кот. Нет, у вас пока нет кота. Это Настин кот. Эксперимент заключается в следующем. В течение двух недель, вы сказав папе, что этот кот временно поживет у вас, будете ухаживать за животным и пытаться сделать так, чтобы папе тоже понравился кекс. Ну, мы постараемся. А что ты хочешь? Главное правильные аргументы и все будет хорошо. Значит, у меня план. Если этот метод не сработает, мы и будем пробовать метод два запасных кота. То есть, приносим два кота, показываем, как хорошо с двумя котами, а потом, когда папа скажет нет категорически, тогда ну хотя бы одного. Так, раз такое дело, то, пожалуйста, с вас видео, поскольку камеры все равно дома есть, как папа реагирует и согласится ли он в конце концов, чтобы вместо этого кота у вас появился ваш родной кот. Итак, Ирина, мама Влада и Анечки прислала нам видео и мы можем посмотреть, как папа отреагировал на кекса. Я надеюсь, что все будет хорошо, метод-то проверенный. Ой, ну кекс такой хорошенький, я думаю, сработает. Зараз точно выйдет, подивите на твоего котика. Ой, господи, переживаю. Привет. Привет, я попросила. Вот ты где? А что это такое? Коток. Ну, котик, мы такие прикольные. Ра-ра-ра. Нет, это какой кот? Хуровый, аллергический сердце. Нет, это будет бурдак. 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 А деньги, которые за него платят? Какие деньги? Нет, так туда не попадет. Бурдак. Звідки принеси туда, будь ласка, неси. Мне не хочется, чтобы не в хате был бурдак. Прошу забрать вот так вот и с другими частями и так далее. Прошу отдать назад с усидком. Если принеси туда, неси. Снова ничего не вышло. Блин, метод не сработал, если честно, очень обидно. Папа-кремень. Его, наверное, коты в детстве покусали. Как-то они, по-моему, неправильную историю придумали. Про какую-то соседку. Угу. Нет какой-то непосредственности, да? Вот все методы, которые тестировали, прям в лоб. Зашел и сразу, папа, нам нужен кот. Соседка попросила. Здесь надо какую-то фантазию проявить. Но теперь уж поздно. Чего? Вообще-то метод был действенный. Попрошу помощника вынести сметану. Спасибо. Вот и моя сметана. Ты видишь, сколько мне сметаны не жалко для тебя? Целая тарелка. Может, не надо? Или пусть? Она вкусная? Как вы думаете? Пусть? Все, я прогрел. Хотите, чтоб он в сметану, да? Какие добрые взрослые. Вот, вот, вот. Но я отвечаю за свои слова, поэтому я окунусь в сметану. Я разрешаю тебе это делать, милый ребенок, только потому, что ты сам выбрал для себя наказание. Но пиджак не должен пострадать. Пусть пострадает только лицо. Так это же прикольно. Ты хитрон. Ты, небось, сметаны хотел? Я люблю сметану. Все. У-ху! Даешь кота! Моя губа. Не сильно, не сильно, не до дна. Три. Два. Один. Ой! Моя губа! Я люблю сметану. Сейчас коты выбежали. Ра-ра-ра-ра. Так, я скажу тебе по секрету, Данил, что это прекрасная маска для лица. Единственная проблема, которая осталась, нам так и не удалось. Папу, давайте помогу. Уговорить купить кота. Да. В принципе, это проблема, но мы найдем другие способы. Но поскольку мы с вами расстаемся, то я из солидарности тоже сделаю это. Пока, товарищи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова